Это проект «Большая страна». Мы путешествуем по Казахстану, изучаем туристический потенциал родного края. Устраиваю небольшой просмотр и мониторинг социальных сетей, сообществ, клуба путешественников, различных турфирм. Вскролю публикации, фото, видео, выбираю подходящий мне вариант, назначаю дату, дальше дело за подготовкой. Первый способ не превращать реку в жизни в болото – это движение. Направим нашу застоявшуюся энергию в передвижение по городу. Если не знаешь, куда идти, подойдет любая дорога. Сегодня мы с вами сравним три способа развлечь себя на лоне природы, отличающейся друг от друга. Время – ресурс не безграничный. Отправиться на недельку-другую в леса Катон-Карагаи ложками есть тишину – для меня сейчас роскошь, поэтому ограничусь экспресс-вариантами. В большинстве своем турист видит то, что ему показывает гид или туроператор. Ну а мы сегодня с вами будем лицезреть все, до чего дотянемся и попробуем все, на что хватит у нас в бюджете. Кстати, о бюджете выделили мне всего 3000 тенге, поэтому будем вспоминать студенчество. Рассчитывать на популярные туристические аттракционы и развлечения мне не приходится. К примеру, прогулка на теплоходе обойдется в немыслимые для меня 3000 тенге. Поищу более доступные варианты. Достопримечательность первая – бесплатный пешеходный мост в парке. Здесь можно любоваться красивыми закатами и рассветами. А если подгадать время, можно увидеть, как катаются на катамаранах. Шумных купающихся на городском пляже нет, и я и не планировала купаться. И самое главное – здесь нельзя кататься на велосипеде. Запрет на передвижение велосипеда в пешеходной зоне почему-то массово игнорируется. Мне захотелось узнать, какие причины побуждают всадников двухколесных коней горцевать в окружении пешеходов. Здесь нельзя кататься. А вы знаете, здесь на велосипеде нельзя кататься? Знак стоит. Культура поведения в общественных местах – это широкое многогранное понятие. Воспитывать и объяснять взрослым людям, что так не надо – удел немой. Пусть этим занимаются правоохранители. Но одно знаю точно – игнорируют правила в городе, а представьте, что оставляют такие люди на природе. Задумайтесь. Вы всегда спешиваетесь, да? Просто все до этого, кто проезжал, они все проехали, а вы только одна такая идете. М-м-м, какой вкусный запах! Это же кукуруза, запах детства. Здравствуйте! А сколько стоит? 600 тенге. Можно мне? Смотрите, у моего временного вкусного попутчика очень интересная, запутанная, родословная. Фрукт, овощи или злак? В общем, спорить не буду. Возьму еще какие-нибудь вкусности и устрою пикник. Интересный факт. Знаменитые звезды Мишлен очень часто присуждаются и небольшим ларькам, продающим фастфуд. Однажды и в нашем парке появятся обладатели этой престижной премии. Хотя зачем ждать? Можно ведь и самим. Вот я свою мини-звездочку отдаю продавцу кукурузы. Пикник в городских парках можно смело назвать универсальным средством от ежедневной суеты и усталости. Приметных уютных уголков нашей столице предостаточно. Одно из старых и излюбленных мест горожан – это центральный парк. Сквер возле набережной после недавней реконструкции тоже не менее интересное место. Ну а триатлон-парк просто располагает лежать в горизонтальном положении, побегал, полежал, покушал. Есть еще парк Жируюк – президентский парк, где можно просто побыть одной или пригласить веселую компанию. Причем бюджет весьма демократичен. Все зависит от вашей фантазии, желания насытиться свежим воздухом и витамином. Один из залогов хорошего успешного отдыха – это развлекательная программа. Дорогие курорты приглашают мировых звезд для своих концертных программ. Моя прогулка тоже позволяет увидеть не менее зрелищные точки нашего города. Артисты десятки жанров, а самое главное – никакой фонограммы. Мы рады приветствовать вас на столичном Арбате Астана. Ждем вас каждый день, кроме понедельника, со вторника по воскресенье с 18.00 до 23.00 на столичном Арбате Астана для того, чтобы поднять друг другу настроение, потанцевать, повеселиться и, конечно же, всем вместе спеть известные и популярные хиты. Спасибо большое, друзья! Оставайтесь с нами! Субтитры сделал DimaTorzok Если в первом случае основным фактором является только победа над ленью, во втором придется постараться для начала планирования маршрута и финансовых средств. Рынок туристического оборудования в Казахстане развит довольно хорошо. Ценовой диапазон на любого потребителя. Вот такой военный рюкзак, например, можно купить за 35 тысяч тенге. Есть варианты, конечно, подороже, но меня мой дружок устраивает. Необходимый минимум вещей включает в себя следующее. Кружка, ложка, тарелка. Вилку не берем. Обувь сменная, основная будет на мне. Сандали для отдыха на стоянке. Носки. Три пары. Головной убор от солнца. Не забываем про солнцезащитный крем или спрей. Футболки лучше синтетические, быстро сохнут. Куртка с капюшоном. Погода у нас в регионе капризная. Легкий свитер, желательно флисовый. На мой взгляд, достаточно. Я же только на одну ночь еду, но это не все. Туристический каремат. Штука легкая. Немного неудобная, но очень полезная. Есть десятки разновидностей. У меня вот такое. Можно переносить двумя способами. Первый крепим снаружи. Второй внутри. Мой способ еще лучше. Бросаю в багажник. Таким образом, неискушенный зритель поймет, что одним из важных аксессуаров моего способа путешествовать является автомобиль. Он все же служебный, но затраты на топливо считаются следующим образом. Общий километраж маршрута у нас 300 километров. Средний расход на 100 километров – это 12 литров. Значит, 3 по 100 умножаем на 12 и на стоимость бензина. Если это АИ-92, то это в среднем 205 тенге. Вот так мы рассчитываем расходы на топливо. В идеале надо заложить определенную сумму на непредвиденные расходы, но мы продолжаем считать дальше. Это спальный мешок. Самая близкая мне вещь в путешествиях. На нем экономить я вам не советую. Все-таки комфорт – это залог хорошего отдыха. Для начала следует найти сухое место. Ну или и не самое мокрое. Желательно без углов. Да-да, мы говорим о палатке. От того, какую палатку вы выберете, будет зависеть ваш сон. Не лучшая перспектива крутиться всю ночь, пытаясь уснуть. Бывают палатки, в которых есть несколько дуг для усиления устойчивости. Кроме пары основных. Растягиваем палатку равномерно. Следующий этап – это мы натягиваем дугу. Нужно собрать палочки. Тент у палатки, состоящий из двух слоев, не должен соприкасаться между собой. Для этого мы используем крючками, подвязками и прочей ерундой, придуманной к той или иной палатке. Колышки под растяжки втыкаются под наклоном. Угол примерно 45 градусов. Так они гарантированно будут выполнять свои функции, а не просто так потихоньку выползать обратно от напряжения растяжки. Если вы думаете, что путешествие – это о том, чтобы улететь на самолете очень далеко, то вы теряете множество возможностей, которые лежат буквально под вашими ногами. Ведь мы любим путешествие за то, что оно дарит нам новизну ощущений. А если отдых в стиле «Одинокий волк» вам все же не по вкусу, наша большая страна – место, где можно встретить комфортабельные, но при этом максимально приближенные к природе палаточные лагеря, где найдется масса развлечений на любой вкус. Мы находимся в 120 километрах от столицы, недалеко от города Ахколь. Здесь есть настоящий лесной глэмпинг. Сейчас я вам покажу, что здесь с местами размещения. Арочный домик вот такой, получается, с комфортом. Здесь у нас двуспальная кровать с чистым свежим постельным бельем, раскладной диван. Внутри тоже постельное белье присутствует. В каждом таком домике свой санузел, вода. Вот у нас, наверное, самый люксовый вариант размещения на нашей поляне – домик «Афрейм». Давайте пройдем внутрь. Так, что у нас здесь есть? В этом домике могут разместиться четыре человека. Как вы можете увидеть, наверху комфортная двуспальная кровать. Снизу также раскладной диван. Обычно здесь любят размещаться либо пары, либо семьи. Это стандартный вариант размещения на нашей поляне – домик «Сафари-тент». Он вмещает в себя пять человек. Внутри, как вы можете видеть, три кровати комфортабельные, раскладной диван, тоже внутри постельное белье, все есть, наборы посуды, стол. Можно этот столик поставить туда, с комфортом сидеть, наслаждаясь природой, обедать. Из развлечений здесь есть качели, есть вот такой радужный гамак, и еще здесь есть веревочный парк. Так, ну что, давайте сейчас наденем на вас страховочную обвязку, пожалуйста, да, спинкой вставайте, ноги. Ну это же максимально безопасно, да, если что, я просто буду висеть, да, если подождаю? Шлем – это безопасность, его нужно, естественно, обязательно надевать. Первый страховочный трос называется непрерывный, с таким красным кольцом. Его здесь я надеваю вначале, в конце инструктор наверху уже его снимает и перестегивает вас на ролик, чтобы вы спускались по зиплайн. Помимо его, у вас есть вот такая карабин, дополнительная страховка, вот, тоже вас будет страховать. Как ими пользоваться? Во-первых, непрерывная страховка. Будете на платформах между этапами встречать вот такие препятствия на этом тросе. Это этим кольцом аккуратно проводите через все болты и разрезом через плоскую простину вот так проносите, и дальше двигайтесь. Если хотите проверить друга, берите его с собой на вот такие вот развлечения. Мой друг со мной не пошел, он меня снимает снизу. Веревочный парк можно найти и в городе, но в лесу атмосфера совсем другая. Это, пожалуй, наверное, самый сложный участок, да? Еще так высоко. Ух ты! Ух ты! У-у-у! Какой классный! Я всем советую этот веревочный парк. Обязательно приезжайте и испытайте все эти эмоции на лоне природы. Вы смотрели проект «Большая страна». Путешествуйте вместе с нами. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok